Всем привет, с вами Снелла Стэлла, и сегодня 1 января 2018 года, я записываю для вас самое первое видео этого года. Ну и поскольку оно самое первое, мне хочется, чтобы оно было каким-то таким особым, вдохновляющим, каким-то таким, не знаю, философским немного. Потому что я сейчас на Бали, нахожусь в очень красивом месте, ну вы так чуть-чуть немножко можете видеть, вокруг меня очень много зелени, идет на самом деле дождь, капает вода, не знаю, поют птицы, я не слышу никаких совершенно звуков цивилизации, у меня тут такое небольшое маленькое уединение с самой собой, для того, чтобы подумать о всяких разных вещах, которые произошли в предыдущем году, и о тех вещах, которые я хотела бы, чтобы произошли в следующем. А в сегодняшнем видео я буду говорить о том, какие вообще главные, наверное, прозрения со мной случились в 2017 году, потому что 2017 год был какой-то такой очень интенсивный, лично для меня, для какого-то такого моего личностного развития, и я хочу с вами этими прозрениями уходящего года поделиться. Прозрение номер один касается того, что я поняла, что я хочу больше иметь реальной жизни и меньше иметь такой виртуальной жизни, в том смысле, что я хочу быть меньше зависима от социальных сетей, от того, что я онлайн, от того, что я постоянно в интернете, от того, что я постоянно с гаджетами, компьютерами и прочего. И нет, это совершенно не означает, что я сейчас брошусь удалять там свой YouTube-канал, какие-то аккаунты или еще что-то, а скорее это о том, чтобы как-то более осознанно их потреблять, и потреблять их прям очень и очень мало. В общем-то, первый шаг, наверное, был и так положен в прошлом году, я стала гораздо меньше проверять свой телефон, он у меня стал вообще находиться там большую часть времени, да, когда я дома вообще в какой-то другой комнате, я почти там не проверяла какие-то сообщения, у меня уже очень давно нет уведомлений, я все реже стала туда заглядывать, в прошлом году я перестала пользоваться Facebook где-то в конце года, уже очень давно туда ничего не пишу, собственно, туда не захожу. В этом году я хочу как-то продолжать, в общем-то, эту тенденцию хорошую, и вообще, мне кажется, не знаю, может, это только Бали или только мое окружение, но я среди многих очень своих знакомых или каких-то просто людей, да, с которыми я поддерживаю отношения, слышу эту идею о том, что хочется больше реальной жизни, усталости, да, от каких-то там социальных сетей, от какого-то такого давления и от увлеченности, как это слово, addiction, от того, что мы очень увлечены тем, чтобы постоянно что-то выкладывать. Прозрение, оно на самом деле вот именно о том, что мы не безвольные роботы, ну, я, по крайней мере, не считаю себя безвольным роботом, безвольной машиной, ну, я считаю себя человеком, который способен этому противостоять. И идея даже не в том, чтобы идти в какое-то отшельничество или там не общаться, или там идти там, да, напротив, вопреки там всеобщим каким-то трендам, а скорее о том, что если человек не может никаким образом, да, проявить свою силу воли по части социальных сетей, то ему сложно проявить силу воли в других вопросах. А я считаю, что в вопросе социальных сетей нужно однозначно проявлять силу воли, потому что люди проводят такое чертовски огромное время в интернете, и когда я слышу комментарии о том, что у меня нет времени, там, я не знаю, чего я хочу от жизни, я не знаю, чем я хочу заниматься, и мне прямо в этот момент хочется говорить людям о том, что, ребята, невозможно найти время, если вы 15 раз на дню открываете инстаграм, невозможно понять, чем вы хотите заниматься, если все, чем вы занимаетесь, это просматривать истории каких-нибудь там селебритис или каких-то там людей, вы просто постоянно, да, шпионите в замочную скважину с другими людьми, потому что социальные сети, они призваны в вас создавать чувство какой-то такой обделенности, чувство зависти по отношению к тому, что происходит с другими людьми, да, что происходит с окружающим миром, потому что, естественно, вы открываете социальную сеть, там, Facebook или Instagram в какой момент? В тот момент, когда вы там одни, сами с собой, вам немножко скучно, или у вас нет какого-то дела, или вы устали, и вы открываете, и у вас эта лента просто как калейдоскоп перед вами проходит, и даже у адекватного человека, даже у человека, у которого много всего происходит, то есть даже у меня, когда я просматриваю социальные сети, мне начинает казаться, что моя жизнь не такая яркая, не такая интересная, у всех так все классно, и я понимаю, что это просто такие вот психологические инструменты, с помощью которых созданы эти сети, то есть невозможно даже суперадекватному человеку чувствовать себя как-то, в общем, гармонично, если много проводишь времени, то есть это такая нездоровая привязанность, нездоровый такой аддикшн, это такой нездоровый наркотик, и, наверное, для меня, да, такой, если уж говорить о здоровом образе жизни, то, наверное, такой самый главный девиз следующего года – это вести более здоровый образ жизни относительно социальных сетей. Ну и, наверное, для меня, наверное, таким самым ярким впечатлением стало то, что все больше и больше каких-то вот таких вот по кусочкам складывается история о том, что там такой-то человек, который там ведет суперклассный там селебрити-канал, и у него так все внешне классно и отлично, за пределами инстаграма у человека совершенно несчастная жизнь, он в ней одинок, он не может, не знаю, там, он не реализовывается, он, не знаю, ему все не нравится в жизни, он на самом деле суперглубоко несчастный человек, но почему-то он решил, что во внешней жизни ему нужно демонстрировать эту картинку. И я понимаю, что чем больше ты пользуешься интернетом, да, пользуешься этими социальными сетями, тем больше ты сам тоже заражаешься этой темой. И, как я сказала вначале, да, у меня нет цели там удалить все сети, ничего не постить, но, скажем, наверное, моя задача на следующий год, да, быть более здоровым в этом, и я, в принципе, определенный шаг в это положила тоже, не пытаться рисовать какую-то картинку. Если мне не хочется постить, не постить, не делать из этого какой-то вот панацеей, как делают многие люди, да, там, обязательно пост, один пост в день, или обязательно утром запостить, или обязательно постить то-то, или обязательно, там, не знаю, выкладывать только красивые картинки, или картинки, которые, там, то-то, или еще хуже на ютюбе, там, выкладывать какие-то трендовые видео, то есть это отдельная моя, как бы, просто, то есть все, там, побежали выкладывать новогодние подарки, потому что это, типа, трендовая тема. Я понимаю, что эти люди, которые не упускают того, чего я упускаю, они на самом деле платят слишком дорогую цену за то, что они следуют этим трендам, и они постоянно пытаются там быть. И как раз я недавно выкладывала в свой телеграм-канал очень классный пост от Полины Воза Онлайн, которая написала как раз, что примеры иллюстраторов, что крутые иллюстраторы, у которых есть крутая работа, у которых есть куча проектов, и они востребованы в своей индустрии, у них там 10-15-20 тысяч подписчиков. А люди, которые на самом деле производят какой-то шлаг в плане визуального, например, творчества, у них по 100 тысяч. То есть все вот эти лайки, все эти там рейтинги и прочее, я не скажу, что это не имеет значения, но это то, что не должно тебя заставлять творить что-то, то есть ты не должен думать, о, это популярная тема, поэтому я буду это делать или буду говорить. Весь мой год предыдущий прошел под гиды такого Vulnerability Challenge, я не знаю, как это, откровенность, нет, нет, есть какое-то слово такое в русском языке, ну, наверное, откровенность, да. Если вспомню слово лучше, то воткну его сюда куда-нибудь, как обычно. И я на самом деле не ставила себе задачу сделать вот этот Vulnerability Challenge, просто как-то у меня, естественно, это пошло из какого-то протеста к всему этому фейку, который происходит в Сталин Костяк, потому что люди делают какие-то вещи не потому, что это идет изнутри, а потому что они хотят как-то выглядеть или что-то там такое трендовое делать. И в какой-то момент, в конце уже года я поймала себя, что я сделала очень большой скачок для себя, да, вот именно в плане какой-то такой смелости и откровенности и небоязни говорить, как я думаю, выглядеть, как я выгляжу, не стесняться себя там на камеру. Потому что до этого, например, я очень редко снимала видео, потому что мне всегда казалось, что я как-то не очень хорошо выгляжу или у меня там не очень качественное видео, и в общем это как-то влияет и так далее. То есть я не могу сказать, что это сильно на меня влияло, но это меня как-то постоянно подгнетало и не позволяло мне делать так много видео, как я бы хотела. Я поняла, что вот за прошлый год, наверное, самый мой такой главный урок, что то, о чем мы очень много говорим, там, надо полюбить себя, надо быть собой, надо быть естественным, потому что именно только таким образом ты можешь быть гармоничным и счастливым человеком, но, естественно, непонятно, как это делать, как полюбить себя. И вот я поняла, что вот это вот vulnerability, вот это выставляние себя на показ таким, какой ты есть, пусть это через stories, да, там, например, на Болиблогере я стала делать очень много stories, совершенно не переживаю, что кто-то подумает, что я не какая-то такая прекрасная, не знаю, такая модная, гламурная чика, а вот я такая, какая есть. Если у меня на лице зинка после серфинга, то он у меня на лице. Если у меня мокрые волосы, потому что я только что вышла из океана, то да, я вот с мокрой головой, ну и так далее и тому подобное. И я поняла, что чем больше я это делаю, чем больше я себя выставляю на показ, тем больше я начинаю ценить себя. И для меня, наверное, самым таким большим открытием тоже прошлого года был разговор с одной девочкой. Я хотела сделать с ней видеоинтервью. Она делала тоже до этого видео, то есть мне показалось, что, ну, как бы ей, наверное, будет комфортно снимать видео, потому что у неё есть уже в этой теме опыт, то есть она не новичок на камеру. И она случайно обронила такую фразу, что, ну, не знаю, насчёт видео, у меня что-то морщины, мне как-то, ну, немножко не ловь. И у меня был какой-то просто, не знаю, шок, потому что для меня этот человек был примером такой естественности, естественной красоты, уверенности в себе, такой аутентичности. И я не могла поверить, что этот человек, у которого его же Инстаграм, к вопросу, да, первым прозрении, демонстрирует вот эту вот естественную, прекрасную красоту, то есть она прекрасный человек, она столько всего интересного делает, она, это человек, который сделал сам себя, да, который упорством и работой построил там определенный бизнес, в котором они с мужем работают, построил определенный облик. А на самом деле глубоко, да, за камерой этот человек стесняется такой простой вещи, как морщины. И, с одной стороны, меня это шокировало, но, с другой стороны, я поняла, что да, год назад я тоже ужасно стеснялась своего лица. Естественно, это отчасти подогревалось тем, что мне люди оставляли какие-нибудь комментарии, фу, как ты ужасно выглядишь. И даже если я, например, не считала, что я плохо выгляжу, я, естественно, обращала на это внимание. И очень сложно на видео себя снимать, когда тебе там не 25 лет, а, скажем, 37, как мне. Но я поняла, что у меня это излечилось вот именно этим моим vulnerability challenge. То есть я просто стала, вопреки, да, моему какому-то страху, моим каким-то сомнениям, вопреки тому, что я, может быть, тоже не была уверена в себе, что, блин, у меня морщины, ой, у меня то, у меня там сё. Как результат, да, спустя много-много месяцев, сейчас я могу сказать крайне, мне вообще насрать, что и кто думает. Мне глубоко безразличны люди, которые другим там пишут в комментариях, или мне пишут в комментариях, да, ой, блин, ты так хреново выглядишь. И самое смешное, что достаточно реально небольшого срока, ну, максимум года для того, чтобы вот реально через такой вот подход vulnerability, через то, чтобы наоборот выставлять на показ свои какие-то вещи, которыми ты стесняешься, не знаю, ты стесняешься с тем, что ты картавишь, иди делай видео на ютюбе. Ты стесняешься тем, что ты, не знаю, там, хреново поёшь, начни записывать видео, выкладывать на ютюбе. Слушай дурацкие комментарии, получай неадекватные отклики. Ты должен изначально быть готовым, да, что это будет. В какой-то момент, если ты достаточно зрелый человек внутри себя, ну, ты становишь, на самом деле, зрелым, чем больше ты вот это выпячиваешь, тем меньше тебя это всё задевает внешне, какие-то вот эти комментарии. А потом ты доходишь в состояние, когда ты сам начинаешь ценить свои недостатки. Они перестают быть каким-то там бельмом, перестают быть какой-то минусом, да, в тебе, в твоей личности. Они становятся просто частью тебя. Прозрение номер три про то, насколько важно говорить, да, каким-то новым вещам в твоей жизни, насколько важно экспериментировать, что-то пробовать, не знаю, вплоть до того, чтобы идти какими-то новыми дорогами, ходить на фильмы жанра, которые тебе не интересны, ходить на выставки авторов, которые тебе не совсем понятны. Я не говорю о том, что здесь надо просто бездумно, да, потреблять весь подряд контент, но иногда ты не знаешь, да, за каким новым поворотом тебя ждёт новый какой-то поворот твоей жизненной, в общем-то, истории. Чем больше ты вращаешься по какому-то своему такому маленькому привычному кругу, а, в общем-то, для любого, да, человека, особенно если там формат жизни, да, это офис работы, выходные, дом, какие-то бытовые дела, очень сложно выйти, да, за пределы маленького какого-то вот такого круговоротика, в котором ты вращаешься, выйти за пределы рутин. Но даже для такого человека, как я, да, я вроде бы живу на Бали, кажется, да, для какого-то там постороннего человека, да, кажется, ой, ну это вообще просто целый мир-мир. Да, это был целый мир-мир, когда я только сюда приехала, но когда ты здесь живёшь, там, шестой-седьмой год, ты точно так же создаёшь вокруг себя эту такую микроскопическую рутины, когда у тебя больше времени уходит на какие-то одинаковые вещи, чем на что-то новое. В прошлом году я поняла, насколько нас обогащает новый опыт. Если вы поймали себя на том, что там, я не знаю, чего я хочу от жизни, да я вообще ничего не хочу, в вашей жизни не происходит ничего нового, и когда не происходит ничего нового, очень сложно, ну, понять, чего ты хочешь, или очень сложно придумать себе какие-то цели, очень сложно придумать что-то новое. Не может ничего нового интересного в жизни произойти, если ты ходишь по тому же кругу и делаешь одни и те же вещи. За последний год я, наверное, очень часто встречалась с такой концепцией, как то, что упорство, упорность, трудолюбие и работа на самом деле выше таланта. Мы очень часто ограничиваем себя, той жизнью, которой мы живём, потому что мы считаем, что у нас к этому нет предрасположенности, или у нас к этому нет навыков, или мы это не умеем. И на самом деле я всё чаще-чаще встречаю примеры того, что человек может быть очень талантливым, но если в нём нет трудолюбия, ему сложно чего-то добиться. И однозначно он может добиться гораздо меньше, чем человек, который не имеет такого таланта, не имеет такой склонности к этому же предмету. Но просто ежедневным трудовым упорством, то, что называется, не мытьём, а катанием, этого добивается. И есть очень много вещей, которые даже со мной произошли, начиная от какого-то леттеринга, когда я просто считала, что я курлапа, я не могу ни одну красивую букву вывести на бумаге. И ты понимаешь, что на самом деле во всём на 90% или на 80% это не талант, это именно трудолюбие. Когда ты просто каждый день тратишь 15, 20, 30, 40, 60 минут на какое-то дело, и ты уже через год можешь достигнуть в этом деле серьёзного прогресса. Многие люди говорят, да, опять же, у меня нет времени, мне некогда, у меня там не доходят руки, я не знаю, как это делать. Любой человек может найти там 30 минут в течение своего дня, чтобы что-то делать. Потому что как минимум 30 минут в день мы проводим в тех самых прекрасных социальных сетях. И на самом деле за год можно научиться чему угодно. Ещё одно важное прозрение. Это, в общем-то, то, о чём говорят все, да, что ваше окружение имеет какое-то значение. Очень много, да, в интернете разных вещей, там, про токсичных людей, про то, что там окружает себя успешными людьми. Вроде бы это кажется какой-то такой уже банальностью, все об этом говорят, но на самом деле, несмотря на то, что об этом все говорят, я думаю, что все об этом знают, это, наверное, просто какая-то бесконечная мудрость, которой прям надо-надо следовать. Самое сложное, наверное, когда у вас расходятся пути с какими-то людьми. Или, например, сложно, когда, например, вы знаете, что у вас и так небольшая компания, да, у вас не так, например, много людей для общения. И, ну что, я типа один останусь, или там не с кем пойти позавтракать, или не с кем пойти на ужин, да вот хоть с кем-то. Но на самом деле мой, наверное, такой самый главный урок вообще жизни и прошлого года гораздо ценнее быть самим собой, гораздо ценнее быть с хорошей книжкой, гораздо ценнее просто пойти в кино одному, чем тратить свои силы на людей, с которыми вы на разной волне. И это, наверное, проявляется во всем, начиная от того, с какими людьми вы работаете, заканчивая того, на кого подписаны в Инстаграме. У меня реально встают волосы дымом, когда я вижу, что мои какие-то знакомые, на кого они подписаны в Инстаграме. И я понимаю, что они смотрят этих людей, то есть они как бы, да, фоллоют этих людей. Кто-то из любопытства хочет знать, что там у этих людей происходит, убедиться, да, что там у того человека жизнь не лучше. Меня так всё это шокирует, потому что я в себе, особенно на протяжении уж точно прошлого года, постоянно это пресекала. То есть если, например, я понимала, что человек, на которого я подписана в Инстаграме, там, будь это какой-то бренд, который занимается схожим, как я, бизнесом, будь это просто какой-то человек, которого я там знаю через там 35 знакомых, если я понимала, что то, что я вижу его в моём, там, в Айленте, вызывает у меня не какие-то позитивные эмоции и вдохновение, потому что для меня Инстаграм это, в первую очередь, какой-то такой генератор идеи, возможность вдохновиться, возможность зародиться какими-то новыми идеями. Если у меня возникает хоть на секунду какая-то неправильная мысль в голове, понимая, что в этом что-то такое есть неполезное, я сразу же отписываюсь, окружение это то, чем вы являетесь. То есть, грубо говоря, если вы живёте на токсичном болоте, у вас будет плохое здоровье, или у вас нет в окружении, которые вас вдохновляют, которые вас поддерживают, которые вас подвигают на что-то новое, которые готовы с вами, не знаю, испытывать какие-то новые вещи, путешествовать, что-то делать, то это, наверное, такой большой звоночек о том, что с этим надо что-то делать, и это надо менять. Ну и последнее, наверное, такое, о чём я хотела поговорить, такое последнее прозрение года, которое, может быть, опять же, не только в прошлый год, ну и вообще как-то так кристаллизовалось за последние несколько лет моей жизни, насколько важно быть самим собой. Из-за социальных сетей, из-за каких-то социальных норм, из-за того, что мы себе придумываем какие-то чужие цели, ведёмся на какие-то тренды, почему-то потеряла ценность быть самим собой. Грубо говоря, даже это выражается в каких-то профессиях, да, если раньше были там люди, этот занимается кожевиным делом, этот там, не знаю, булки печёт, этот там, не знаю, швея, то сейчас, да, всё больше люди уходят в какие-то общие размытые области, всё меньше ценятся вот именно такой вот, не знаю, какие-то прикладные какие-то профессии, и это отчасти тоже уводит людей от того, чтобы быть самими собой, от того, чтобы заниматься тем, что им интересно, выискивать свои какие-то такие природные склонности, или даже, да, то, о чем я говорила раньше, в принципе, не требуется какой-то великий талант, требуется просто интерес к этой области и желание трудиться, трудиться, трудиться и совершенствоваться в этой области. Продолжая, да, тему, которую я затрагивала до этого, до этого vulnerability, показывать себя, быть естественным, не бояться себя, не стесняться, это такой, наверное, был первый шаг к тому, чтобы полюбить себя и к следующему шагу позволить себе быть самим собой, потому что я верю в то, что когда человек позволяет себе быть самим собой, вначале, конечно, он такой немножко огорошен, такой, ну вот классно, я теперь сам собой, и что мне теперь самим собой прекрасно делать, но постепенно, продолжая следовать по этому пути, продолжая двигаться в этом направлении, ты начинаешь в себе раскрывать какие-то свои вот вещи, о которых мы все говорим, там, таланты, призвания, чем я хочу заниматься, что может быть моим делом жизни, зачем я вообще на этой жизни существую, чего я хочу от жизни, но вот эти все вещи, да, они вот вкупе с тем, чтобы позволить себе быть самим собой, и вкупе со всеми предыдущими вещами, это быть откровенным собой, и показывать себя каким-то есть, любить себя, и лучше себя понимать. И здесь, наверное, самое главное заключается в том, что я верю в то, что для, не знаю, там, 90-95% людей, если они не занимаются глобально по жизни тем, к чему у них лежит душа, они не могут быть счастливы. Я считаю, что миссия каждого человека на этой земле – понять, что мне нравится делать, и создать вокруг себя такую жизнь, чтобы окружить себя вот этим любимым делом, к чему ты готов посвящать все свое свободное время, это то, в какой область ты хочешь развиваться, это не обязательно какая-то должна быть какая-то хитро выдуманная вещь, а-ля играть на виолончели, это может быть какая-то простая вещь. И многие люди не понимают вот этой взаимосвязи, что если ты не будешь самим собой, если ты не поймешь, чем ты хочешь заниматься, и не создашь вокруг себя вот эту вот жизнь, что вот это мое, я хочу этим заниматься, ты не можешь быть счастливым. И люди там пытаются каким-то другими способами достичь этого счастья. Вот сейчас я похудею, не знаю, найду мужа, буду счастлив. Или сейчас у меня родится ребенок, я буду счастлив. Или там, не знаю, сейчас я поменяю работу, сделаю такую-то карьеру, я буду счастлив. Но все это не может сделать тебя 100% счастливым, если ты не на своем месте. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...